20 несовершеннолетних жителей региона в течение месяца будут заняты благоустройством и уборкой территории в микрорайоне Старый аэропорт. Такую возможность им предоставило территориальное общественное самоуправление. Добавлю, что это уже не первый опыт ТОСа по привлечению к работе представителей молодежи. Тему продолжит моя коллега Наталья Кислякова. Таисия Рассохина проживает в микрорайоне Старый аэропорт. Девушка еще учится в школе, но уже трудится на благо своего района в свободное время. Таисия уверена, если каждый будет следить за чистотой города, проблем с загрязнением не будет. Я хочу показать своим примером, что надо держать тот район, тот город в чистоте, где мы живем. Таисия вместе с другими ребятами не так давно обнаружили три несанкционированные свалки почти в центре микрорайона. Только благодаря оперативной реакции чистого города большая часть мусора была вывезена. Остальное вычищали сами школьники. Один из них – Владимир Дугушкин. Школьник не первый год трудится на благо микрорайона. Я хотел бы чистить свой район, потому что стало очень загрязненно. Я думаю, что нужна чистая окружающая среда людям и детям, кто тут влияет и все такое. И, конечно же, я бы даже бесплатно работал. Уже второй год в летний период тот старый аэропорт заключает договор с центром занятости о предоставлении рабочих мест для молодежи на облагораживание территорий. Это не только уборка, но и посадка цветов. И мы очень благодарны детям, потому что в результате их летнего труда микрорайон становится чище. После зимы все высвобождается, выходит на поверхность весь мусор. В частном секторе никто не убирает особо, кроме субботников, территории общего пользования. Поэтому нам очень помогают дети. Трудоустроить подростков на летний период помог Центр занятости населения Неницкого округа. Все расходы по оплате страховых и пенсионных взносов, а также налоговых отчислений возьмет на себя окружной бюджет. За летний месяц работы каждый подросток получит на руки порядка 21 тысячи рублей. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.